Июнь, несмотря на все, пролетел достаточно незаметно, и наконец-то мы вступаем во второй летний месяц. Месяц, когда разработчики должны прийти в активную фазу рекламной кампании будущей части, где и расскажут поподробнее о PESA 1022. Но перед этим, я думаю, что стоит распрощаться с текущей частью серии, а именно с PESA 1021. И после этого ролика, наверное, мы к ней полноценно уже возвращаться не будем, разве что отчасти, и не более того. Рад вас приветствовать на канале Реалистиях PES, и в сегодняшнем видео мы подводим итоги PESA 1020 и PESA 1021 в преддверии анонса новой части. Приготовьтесь, писайте комментарии, поскольку мне будет интересно узнать ваше мнение насчет всего этого. Также не забывайте поддерживать ролик лайком, а если вы на этом канале впервые, обязательно подписывайтесь, ведь как показывает статистика, многие зрители смотрят ролики без подписки. Как уже неоднократно повторялось и говорилось на этом канале, текущая часть стала первой в своем роде, поскольку она вышла как небольшой апдейт предыдущей части, и куда за меньшую сумму. Хотя я все еще считаю, что сумма PESA 1021 на консолях была достаточно большой. Разработчики сразу заявили нам, что не стоит ждать чего-то нового, поскольку все силы были сосредоточены на будущую часть, и тогда все приняли это как должное, отнеслись с пониманием. Но никто и подумать не мог, что помимо небольшого апдейта в прошлой части, в 21 части мы больше ничего не получим, не получим как такового контента. И сейчас я говорю про DLC. Из всех пакетов обновлений, что вышли за этот промежуток времени, достойными можно назвать разве что первые два. Все что было далее, просто ни о чем. Да, как и всегда завезли много фейсов, но и те со временем начали хромать по качеству, и DLC 7.0 яркое тому подтверждение. Стоит также отметить, что в PESA 1020, а значит и в PESA 1021 тоже, впервые с 2015 года изменилась Мастер Лига, как графически, так и немного геймплейно. Летом 19-го все были приятно удивлены представленным изменениям, а во время выхода 20-й части, лично я наиграл сезонов 5-6, чего не было уже давненько на самом деле. Но вместе с этим разработчики напрочь убили стать легендой, и если в 19-й части режим был играбелен, несмотря на геймплейную скудность, то в 20-й и 21-й частях, они просто к херам убили весь баланс команд. Об этом я рассказал вот в этом ролике, подсказка выглянула в правом верхнем углу, гляньте, если еще не видели. Ну и как успели заметить игроки, за последние года 2-3 Канами плотно взялись за Майклаб, и если они не обновляют его должным образом, то стараются всячески поддерживать, наполняя режим всяческими ивентами, вплоть до выхода в следующей части. Геймплей, в отличие от 19-й пески, претерпел хоть и не глобальные, но все же заметные изменения. В частности, мне понравились пассы, которые они добавили в 20-й части, и та обновленная камера, которая появилась в 21-й. И вот так вот плавно с геймплеем мы переходим на графику, и проблема с текстурками форум, а точнее то, как они выглядят, преследует разработчиков, что в то, что в другой части. Хотя все в той же пресловутой 2019, они выглядели очень даже неплохо. Что произошло потом, известно только одним разработчикам. И перед тем, как окончательно попрощаться с этой частью, или даже, можно сказать, этими двумя частями, стоит подвести итог по всему ранее сказанному, да и в целом по двум этим частям. PED 2021 оставит после себя достаточно противоречивые чувства. Лично я, несмотря на то, что делаю контент по этой игре, перестал играть в нее, начиная с середины зимы. Кто-то и вовсе не покупал 21-ю часть, а кто-то продолжал наслаждаться игрой, несмотря ни на что. И знаете, опыт сезонных обновлений, он очень даже неплохой, но только в том случае, если игру действительно будут поддерживать хорошим контентом на протяжении года, а не так, как это произошло с 21-й частью. А именно, отсутствие толково-графических изменений, никакующее исправление имеющихся ошибок, на которые указывали игроки, то ли дело на ПК, где игра приобрела толковый вид чуть ли не с первых месяцев после релиза, благодаря многочисленным патчам. Игрокам же на консолях приходилось довольствоваться только вот таким вот огрызком. И откуда тут возьмется желание играть вот в это чудо, даже и не знаю. Поэтому отправляем PED 2021 на свалку истории и благодарим за приятное, а может быть и не совсем, времяпрепровождение. Ну а какой опыт игры в 21-й частью у вас? Положительный или же отрицательный? А может вы вообще не играли в эту часть? В общем, пишите в комментариях. Также не забывайте поддерживать данный ролик лайком, друзья, ведь именно благодаря вашей поддержке, YouTube продвигает наши ролики, за что вам большое спасибо, конечно же. Ну а если вы по каким-то причинам оказались на этом канале впервые, то конечно же подписывайтесь и прожимайте колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых роликов на нашем канале. Я же благодарю всех за просмотр, желаю всем удачи и услышимся уже очень и очень скоро. Всем пока, дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok